Война Война захлестнула их в свой беспощадный огненный вихрь, не оставив шанса выжить. Их искренняя и честная лирика протянулась сквозь годы светлой грустью воспоминаний о трепетном юношестве, о больших надеждах и оборвавшихся на полусловий мечтах. Не все поэты-фронтовики дожили до победы, но оставили потомкам пронзительные и глубокомысленные произведения. Их жизни и судьбы навсегда останутся на страницах книг. Их подвиги будут вечно жить в сердцах многих поколений. Накануне Дня Победы хочется рассказать о некоторых из поэтов, чьи имена увековечены в словах и рифмах. Булат Шалвович Акуджава Когда упоминаются поэту-фронтовики, на память сразу приходит Булат Акуджава. Этот великий поэт – автор множества лирических произведений о войне, ставших хрестоматийными. Песни с его текстами звучали в советских военных фильмах. Наиболее знаменитым таким произведением считается песня «Нам нужна одна победа» трогательно исполненная актрисой Ниной Ургант в культовой киноленте «Белорусский вокзал». Великий поэт-фронтовик родился в 1924 году в Москве. Его родители были партийными деятелями. В 1937-м их арестовали, а маленького Булата отдали на воспитание бабушки. В 1940-м Акуджава перебрался из Москвы в Тбилиси, где жили его родственники. Там юный Булат подрабатывал рабочим в театре и слесарной мастерской. Литературное творчество влекло Булата Акуджаву со школьных лет. Но светлая юность была перечеркнута войной. В начале войны юноша устроился токарем на предприятии оборонной промышленности. А в 1942 году юный Акуджава отправился добровольцем в минометные войска. После прохождения обучения оказался на Северо-Кавказском фронте, где служил минометчиком и радистом. Получил тяжелое ранение. Как многие поэты-фронтовики, Булата Акуджава поднимал тему войны в своем творчестве в течение всей жизни. Стихи, ставшие знаменитыми песнями, поэт сочинял в 50-е годы. Самое известное произведение Акуджавы, которое знает каждый школьник, «Бери шинель, пошли домой». Александр Твардовский, начавший заниматься лирическим творчеством с детских лет, участник не только Великой Отечественной, но и Русско-финской войны, во время которой он написал цикл произведений «Снегах Финляндии». В годы Великой Отечественной войны Твардовский служил военным корреспондентом, писал для «Красноармейской правды». Но журналистской деятельностью не ограничивался, участвовал в кровопролитных боях. Стихи, написанные Твардовским во время войны, были объединены в цикл «Фронтовая хроника». В ней особо выделяются баллады, воспевающие героизм солдат и несгибаемую волю народа. Наиболее известна баллада «Товарищи», раскрывающая тему фронтовой морали, мужской дружбы, несгибаемой воли, которая проявляется, несмотря на тяготы войны и необходимость отступления. Самое знаменитое фронтовое произведение поэта – поэма Василий Теркин, которую Твардовский писал и публиковал отдельными главами в течение 1941-1945 годов. Это произведение, вошедшее в золотую копилку советской лирики, стало ярчайшим воплощением натуры русского человека, народного менталитета и общего эмоционального состояния в годы войны. Поэт-фронтовик продолжил писать на военную тему после окончания войны. Его послевоенные произведения основаны на воспоминаниях о фронтовых временах. Наиболее известное такое стихотворение «Я убит под Оржевом», являющийся своеобразной одой солдатам, не вернувшимся домой. Константин Михайлович Симонов Константин Симонов видел войну от начала до конца. Через все творчество поэт-фронтовик пронес тему Великой Отечественной войны. Служа военным корреспондентом, Симонов всегда находился на передовой. Он своими глазами видел кровь и ужас, который происходит на первой линии фронта. Поэтому его произведения такие драматичные и пронзительные. Поэт воочию наблюдал кровопролитные сражения на Курской дуге, близ Сталинграда и Берлина. Путь военного корреспондента начался в 1939-м, когда молодого поэта отправили освещать бои с японцами на Халкинголе. В 1941 году Симонов отправился на Западный фронт. Там происходили самые страшные и трагические события за всю историю войны, когда красноармейцы вынуждены были отступать под яростным натиском немецких нацистов. Те страшные события родили множество болезненных, заставляющих задуматься стихотворений, таких как «Ты помнишь Алеша, сын артиллериста». Но наиболее известное стихотворение, написанное Симоновым в 1941-м для любимой женщины, «Жди меня». Александр Петрович Межеров Поэт-фронтовик появился на свет в 1923 году в подмосковном поселке «Семье экономиста и учительницы». Юношеские годы попали на войну. Тогда Межеров и начал сочинять стихи. Поэт участвовал в сражениях с первых дней Великой Отечественной в составе 1-го батальона 189-й стрелковой дивизии. Находясь на Ленинградском фронте, в 1943-м был контужен, из-за чего отправился домой. В послевоенные годы поэт-фронтовик продолжал активно заниматься творчеством. Наиболее известен его послевоенный лирический сборник «Дорога далека». Также были изданы сборники «Ветровое стекло», «Возвращение», «Подкова», «Ладожский лед». За богатую творческую деятельность Александр Межеров получил государственную премию СССР. Семен Петрович Гудзенко. Знаменитый украинский поэт-фронтовик родился в 1922 году в Киеве. В 1939-м стал студентом московского вуза. А в 1941 году беззаботную юношескую жизнь перечеркнула война. Юноша без раздумий отправился добровольцем на фронт. Участвовал в партизанском движении. Сражался под Москвой. После тяжелого ранения, полученного в 1942 году, стал работать в редакции военной газеты «Суворовский натиск». В 1945 году Семен Гудзенко получил Орден Отечественной войны 2-й степени. Также в его копилке Орден Красной Звезды, медали «Партизан Отечественной войны» и «За оборону Москвы». Наиболее известные произведения украинского поэта-фронтовика «Битва», «Поездка в Туву», «Однополчане», «Дальний гарнизон». В 1970-е режиссер Любимов поставил на сцене Таганского театра спектакль «Павшие и живые», в котором роль Гудзенко исполнил Владимир Высоцкий. Сергей Сергеевич Орлов Поэт-фронтовик появился на свет в Вологодском селе Мегра. Писать стихи и публиковаться начал с детских лет. С первых дней войны сражался добровольцем на фронте. Прошел обучение в Челябинском танковом училище. В 1944-м едва не погиб в танковом сражении. Танк, в котором находился Орлов, подстрелили. Машина загорелась. Орлов каким-то чудом сумел выбраться из полыхающего танка, но ему пришлось долго лечиться от ожогов, а затем в течение всей жизни замазывать косметикой рубцы на лице. Сергей Орлов – обладатель орденов Красного Знамени и Октябрьской революции. Медали за оборону Ленинграда. Наиболее известны его лирические сборники «Третья скорость», «Фронт», «Страницы». А самые знаменитые произведения поэта-фронтовика его зарыли в шар земной. Юлия Владимировна Друнина Пэтесса появилась на свет в 1924 году в интеллигентной семье. С ранних детских лет ее манило литературное творчество. Будучи школьницей, Юлия печаталась в газетах. Наиболее известные произведения ее детских лет мы вместе за партой сидели. Едва окончив школу, Друнина поступила добровольцем на фронт. В 1941 участвовала в строительстве оборонительного комплекса близ Можайска. Тогда рабочая группа оказалась в окружении. Строителям пришлось выбираться окольными путями через вражеские тылы. Это жуткое происшествие было использовано как идейная основа для создания самого известного произведения Друниной – комбат. В 1942 Юлия отправилась в Хабаровск, где училась в школе младших специалистов авиации. В 1943 Друнину послали в должности санинструктора в санитарное управление на 2-м Белорусском фронте. Юлия служила медсестрой в артиллерийском полку. Получила тяжелое ранение, из-за которого стала инвалидом. Но, несмотря на это, продолжала служить в Пскове, затем в Прибалтике. Получила орден Красной Звезды и медаль за отвагу. Ее лирические произведения начали печатать в военных газетах в самом конце войны. В послевоенные годы Петесса поступила в Литературный институт. В 1947 стала членом Союза писателей. Наиболее известное ее стихотворение «Мы обетом верны», «Не бывает любви несчастливой» в солдатской шинели. Муса Джалиль Татарский поэт известен не только как автор замечательных произведений о войне, но и как отчаянный борец за коммунистические идеи, участник гражданской войны. Практически вся короткая жизнь поэта-фронтовика обожжена войной. Когда началась Великая Отечественная, Джалиль сразу отправился на фронт в качестве военного корреспондента. Он с необычайным рвением и пылкими патриотическими чувствами выполнял работу, но судьба оказалась к нему безжалостна. Поэт-фронтовик Муса Джалиль работал на газету «Отвага», которая отправила его на Волховский и Ленинградский фронты. Тогда, в 1942-м, Вторая ударная армия отчаянно прорывала блокаду Ленинграда. Красноармейцы оказались окружены врагами среди топкой болотистой местности. Тогда многие погибли, а Джалиль, получив тяжелое ранение, оказался в плену. Затем в концлагере для военнопленных. Там он, не смея отчаиваться, писал патриотические стихи, которые объединены в лирический сборник «Моабитская тетрадь». За верность убеждениям и подпольную лагерную деятельность немцы расстреляли поэта. Борис Алексеевич Костров Поэт-фронтовик начал писать с детских лет. Без его поэтических выступлений не обходились школьные праздничные мероприятия. Первые стихи юного поэта были опубликованы в 1903 году в журналах «Звезда» и «Резец». Отучившись в рабочем литературном университете, Костров стал сотрудником издательства газеты «За колхоз». В 1941 Костров опубликовал лирический сборник «Заказник». Поэт ушел на фронт с начала войны, участвовал в боях в Карелии, отстаивал Ленинград, получил три тяжелых ранения. В 1943 прошел обучение в танковом училище, после чего служил артиллеристом. Весной 1945, управляя самоходным артиллерийским орудием во время атаки на прусский Грейсбург, Костров получил серьезное ранение, от которого скончался через три дня. Николай Петрович Майоров Писать стихи Николай Майоров начал в школьные годы. Поступив на исторический факультет МГУ, он начал посещать поэтический семинар в Литературном институте имени Горького. К сожалению, жизненный и творческий путь талантливого поэта-фронтовика оказался коротким. Летом 1941 в составе студенческого отряда Николай Майоров отправился копать противотанковые рвы близ Ельни. Осенью того же года поэт по собственному желанию был зачислен в ряды Красной Армии. В феврале 1942 в качестве политрука Майоров отправился с пулеметной ротой на фронт под Смоленск, где получил смертельное ранение. Ольга Федоровна Берггольц Талантливая поэтесса, обладая необычайной силой духа, продолжала работать на радио в голодном и холодном блокадном Ленинграде. Ежедневно, превозмогая тяготы блокады, Ольга Берггольц обращалась к жителям города, вселяла в них мужество и надежду. Именно в период блокады поэтесса написала свои самые известные поэмы, которые посвятила тем, кто боролся и умирал за Ленинград. Это ленинградская поэма и февральский дневник. Храбрая и мужественная поэтесса так бесила немцев, что они внесли ее в перечень лиц, которых положено было сразу убить после захвата города. Но Ленинград не сдался. Павел Леонидович Коган Родился поэт-фронтовик в Киеве, но детство провел в Москве, куда его семья перебралась в 1922 году. Будучи совсем юным, Павел смело путешествовал по стране. Его интересовали связанные с коллективизацией изменения. Став студентом Института истории, Коган решил перевестись в Литературный институт имени Горького. Там стал посещать поэтический семинар, проявил себя как талантливый поэт, произведения которого пропитаны революционными и патриотическими идеями, но с заметным налетом романтики. С самого начала войны Павел Коган отчаянно стремился оказаться на фронте, но его не брали из-за проблем со здоровьем. Тогда поэт прошел обучение на военного перевозчика. Так он попал на фронт. Сначала Коган служил переводчиком, потом стал помощником руководителя разведывательного штаба стрелкового полка. В сентябре 1942-го поэт-фронтовик получил смертельное ранение в бою под Новороссийском. Стихи о Великой Отечественной войне, написанные поэтами-фронтовиками, сложно читать без слез. Это стихи с поля боя, стихи военных дней и лет 1941-1945-х годов, стихи, которые написали сами солдаты перед битвой или после сражения, стихи закопов, землянок, болот. Лучше этих авторов вам никто не расскажет о Великой Отечественной войне. Это особенные стихи. Это поэзия – символ воли, силы и несгибаемости людей, которые защищали тогда мир, в котором мы живем сегодня. Голоса поэтов фронтового поколения по-прежнему звучат в наши дни и напоминают о тех трагических и героических днях, когда весь народ встал на защиту своей страны. Спасибо за внимание! Продолжение следует... Продолжение следует...